И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Проще слова даже сказать нельзя. А вот когда вдумаешься в них, вся наша жизнь оказывается как будто напротив этого течения. Мир проходит, не просто проходит, а последствиями. Миру тоже надо отвечать за то, что было. Вот мы считаем вторая книга Маковейска, седьмая глава. У матери семь сыновей. Ну прикинь, что у тебя не орился на семь. Точно так же она их жалела, баюкала, с болью рождала. Она все это будет говорить. И вот предстала она перед этим злобным, нечестивым антиохом. А всего ничего. Сало, свиное, поешь, да мы каждый день его едим. Нам разрешается. И время не разрешалось. Ну немножко, возьми, откуси один раз и пойдешь домой. Ничего не смогли сделать. И мать стоит, каждого убеждает. Будь мужествен. Шубят тебе пальцы, сынок. Ты их получишь, с чего держат Бога. Это тело только. Этот антиох временный. Мы пошли за богатством вечным. Император видит. Слова матери сильно действуют. Уже убита шестерок. Остался последний маленький. И он убеждает, поговори с ним. Ему не хочется терять свое лицо владыке, чтобы его боялись. А он не знает, что он в веках будет антихристом назван. Антиох. В Новом Завете известен Нерон. Он даже имя его не упоминается. Павел у него на допросе был. Его считали антихристом. И было мнение креста перед кончиной мира, о чем об воскровении написано. Вот таким был там антиох. Самый жестокий гонитель. И мать наклоняется, а сама смотрит на мучителя, напитана посмеваясь ему. И говорит, сынок, я не знаю, как ты зачался во мне. Как там пальчики твои сложились. Как ты родился. Как жилки натянуты. Она всем объясняет. Иди за братьями твоими. А то я сегодня приду, а тебя там нету. Шестера будут. И он недослушал матери и обращается. Вы что мердите? Мусите меня скорее. Готовы мы воспитать так детей. Или нечестивых детей видят и уже с ними соединились. С ними играют. С ними кричат. Всегда домой приглашают. В любую машину, на любой мотоцикл садятся. Значит, мучение принято было ими ради вечности. А исполняющие волю Божию. Они волю Божию исполняли. И они пребывают вовек. Имена их не сохранились. В предании есть. Названы. Вот мать стоит, София. Три дочери. У нас тут 12-летних нет девочек. 10, 8. Это вот такие же они были, девочки. Их мучают. Ну начни сегодня только. Покажи Ереме и Розба. Она все тебе расскажет. Где дома что лежит. Если можно, домой приведет. Я не знаю, все ли такие. Привучайте детей к тому, что им придется вступить в эпоху страшных гонений. Всю ставку дьявол бросит на детей. Их мучает. А то раз последняя маленькая. И она тоже говорит, что ты мерзлишь. Мы учились от одних книг. Она ссылается на книги. Какие-то это книги были. Ну не столько же библиотеки. Это ясно. Мы, вера, надежда и любовь, учились из одних книг. Поэтому в нас одно и то же. Как и в страте Арестову, это он обернулся на библиотеку книги. Много мы его научили. Сколько радостных минут я имел с вами. Прощайте. Я пошел оправдать все, чему вы меня научили. Вот как надо жить. А исполняющий волю Божию пребывает в обед. Арестовый епископа Вавилу. Мы его знаем. Сейчас его названы люди будут. А Нумериана императора никто не знает. А даже историки не знают. А он был очень сильный император. А у него всего 4 ученика осталось. И они за ним идут. Ну и решил император. Ладно, пожалею. Сколько лет? 8-10. Вот столько плетей дайте. Сколько лет? Они шли, скорбели, говорят, что мало нам лет. Побольше бы плетей нам дали. Вот считаешь. Ненормальный как будто бы. А вот это пребывает в обед. Исполняющий волю Божию не похоть. Я хочу жить. Даже издевшку за эту жалкую цепляется, как патриарх. Что бы ни сказали, любую волю власти исполняют. Мы в пример не можем взять даже патриарха. Говорят, патриарх тихо. Да патриарх положил тихо начало отступлению. Согласие с властью. То, что уже закончилось жизнью его так. Только. Россия не настаивала вот на том, о чем я говорю, чтобы детей приготовить на мученичество. Поэтому такое страшное крушение было. В первом послании к Коринфянам, 7.31, апостол Павел говорит так. Ибо проходит образ мира сего. Все, что дается в мире. И послание к Коринфянам убежал. Почему? Город распутный. Портовый город. И он оказал все это временное. Какие бы сладости, радости не были. Что бы мы смотрели. Все уходит. Вы вечерами заканчиваете день. Не телевизором. Голубые огоньки горят. Антенны подоставлены. Это не просто взять, посмотреть фильм. Вечера грешный человек смотрел, продолжая не один день смотреть, что мертвые души. И сколько тут мыслей. Ничего лучшего-то не было. Одни мертвые души. Прекрасно поставлено. А что Гоголь не знал о другой России? Не знал. Задуманный на тритома роман закончился один. Два остальных он сжег после посещения Иерусалима. Похоть мира проходит. Он понял, Россия мертвая. Ничего нет. Он сошел с ума. Нет, он не сошел. Он пришел к уму. И написал размышления о литургии. О божественной литургии. Если сейчас печатается, помните. Вот это все, что осталось от Бога. От пушки на два сих пор. Все остальное ветрогонство. Ничего нет. Взять-то нечего. То, чтобы сегодня послужило для вечера. Что ты возьмешь? Капитанскую дочку? Да пустое все. Исполняющий волю Божию. Бывает вовек. Сираков 8.39. Во всех делах твоих помни о конце твоем. И вовек не согрешишь. Пощаще детям говорит. И сегодняшний день может быть последним. Иоанн Затаулс говорил. И молитва у нас вечерняя. Все в гроб предлежит. Все смерть предстоит. Мы ложимся как бы в гроб. Многие не встали. Молодые, старые. Не важно. Дыхание отказало. Или еще что-то. Упала балка. У нас в деревне было вот здесь. Около пруда жили. У них балка упала. И лещенку убило. Отломилось. А мальчик остался. Редкий случай, чтобы в такой маленькой деревне был. Милиционер. Застал жену за измены. Он тоже ее застрелил. Он сам застрелился. Вот этот дом. Это здесь потеряется все было. И Бог все вымел. Как будто никогда здесь никто не жил. Снова начал. Не будем мы искать вечер. Бог нас выметит так же. Богу разницы-то никакой нет. У два человека или два миллиарда. Он весь мир потопил. И говорит. Все. Полезно ископаемое. Второе Петра 3.10. Петр говорит. Стихия же. Разгоревшись, разрушится. Земля и все дела на ней сгорят. Что ценное? Почаще повторяйте. Поверни головы. Леса сгорят. Дома сгорят. Высотное здание. Музеи. Богатство. Банки. И дела все сгорят. Да к чему же тогда прилепляться? Как надо искать вечного. А что в вечности? Молитва. Пост. Смирение. Воздержание. Порабощая плод мою. Все, что ты ешь, делаешь усилие над собой. Где-то не даешь. Отдашь нуждающемуся. От себя оторвешь. Вот это пойдет в вечность. Надо научиться смотреть в вечность. Научите детей размышлять об имени своем. Не обожем только. Никита. А вообще с кого назван? Никита. Это победитель. А над кем ты победитель? Дети-то ведь не математику не хотят учить. Слабое развитие. Я немножко поговорю с детьми. Может быть один ребенок-два учатся так. Еще сходно. Разговаривать с учителями. Вот трудно им работать. У детей жажды знания нет, какое у нас было. Я не могу даже описать, что за желание было именно знать. Мне пол убил брата. Я с обратной стороны смотрел, как он книжку читает. Я уже в пять лет читал. Такое желание было узнать, а что дальше? А как это? Приучите детей. Япония воспитала так детей, что они не знают, что такое слово отстающие. А у нас нужды нет. Лишь бы в школу прийти и отметиться. Бегают, прыгают. Дети, которые бегали, прыгали, они не вошли в это. А они получили вечное царство. Не просто так, вера в одежда и любовь. Они и дома были такие. Я не знаю почему, но в «Житиях святых» у меня выпущена книга «Симфония на житиях святых». Говорится, я отвращался от детских игр. Я сам устраиваю детские площадки. Ну, чтобы безгрешная была игра. Приучите, чтобы девочку мальчик пальцем не трогал, не задевал. Ты каждое имя разбирай. Имена-то какие? Иеремия. Ты знаешь, через кого он назван? Да ты почаще подводись в этой книге пророка Иеремии. Какой был герой веры? Артемий. А что за имя? Здоровый означает. А здоровый ли у тебя ребенок растет или нет? Ты ему и говорит, ты должен быть здрав, быть духовным. Тебе имя дано, честь Артемия при Иеремии отступники был. А тут крупный военачальник, воин. Он видел знамение, которое Константину было показано. Ты в честь кого назван? Направдай это имя. Начинайте детям, подготавливаясь под дар входа в вечность. А исполняющий боль в Божию пребывает вовек. 1 Петра 4,7. Впрочем, близок всему конец. Вот везде, над дверями, на окнах, везде напишем. Впрочем, близок всему конец. Свадьба играется. Впрочем, близок всему конец. Собираем урожай, собрали. Слава Богу. И, впрочем, близок всему конец. Ребенок и коробился, уже дырочка на нем. Впрочем, близок всему конец. Просто так, а все. И вот в позиции настроя на вечность совсем по-другому будем относиться друг к другу. Быть может, мы никогда уже не встретимся. Не откроем Слово Божие. Нам Бог дал великое счастье верить в Писание. Верить в словам Христа. Провод Исайя 44, 28 говорит о Киеве. Язычески. Совершенно никакого отношения к еврейскому народу не имевший, не обратившийся, не обрезанный. Он говорит так, Господь Бог, Иегова. Пастырь мой. И он исполнит волю мою. И скажет Иерусалиму, ты будешь построен. Я это отношу к Горбачеву в некоторой степени к Ельцину. Ты, пастырь мой, разрушил партийную систему. Все остальное. Да какой же он пастырь? Ни с какой стороны. Господь сказал. Я должен склонить голову. Кир, пастырь. Странное дело. Быть может, и Сталин пастырь. Чтобы была всех отправить. Чтобы научить к Богу приближаться. Чтобы в одной котонке храм умещался. А у нас тут очень много есть, что побуждает к Богу. Вот сегодня нет батюшки короткой службы раздавать. Батюшка будет или нет? Часто спрашивают в городе, что? Я понимаю, что. Ну, поскорее домой. А если батюшки-то нет, вы не забывайте. Оглашенные среди детей не исполняются. А оглашенные, кто выходит, радуются. Сегодня мне не выходить. Батюшки-то нету. Да ты понимаешь, нет, что мы не достигаем той вершины, когда служим при батюшке. Когда литургия развивается на причастии. Когда вплотную соединяемся с телом Христовым. Все, что ты сказал, что рано уйдем. И прошу, все это хорошо. Но пройдет немного времени, мы затосуем. Литургии не будет. При счастье не будет. Мы начнем ослабевать силы. Поэтому с каждым днем наращивайте усилия. Мог бы, чтобы батюшка вернулся живой. Чтобы снова совершилась божественная литургия. Она говорит о воле Божией. Возьмите, ешьте и пейтесь. Тело мое и кровь мыл. Так говорит Господь через Исаию. 48.14. Он исполнит волю Его. Говорит о Вавилоне. И над Вавилоном волю кто-то исполняет. Для историков размышление какое? Личность творит историю. Творит, когда Бог благословляет. А вот вообразите, что сегодня, сейчас, в настоящее время, разрушили партию. Жил бы Ленин, сумел бы что сделать. Да ничего, он бы с долг укомер. Потому что надо было уметь в коммерции работать. Поэтому все это не от человека зависит. Матфея 7.21. Не всякий, говорящий, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного. А вот волю-то, если Божию... Надо считать Писание. Стоять люди в киоске. В киосках очень много. Роспечать, другие. Такие есть специальные издательства. Каждый день стоят и быстро за газетами. И продают на... И сказали бы, вовольбеть, продается газета, познать волю Божию. Вы не думайте, что очередь была бы. Вот такое. Выпускайся иногда там, купи-продай и прочее. Воля Божия назвать. Ведь можно это сделать было. И все время печатать только из Слова Божии. Бог вот это ждет от тебя сегодня. Кто ты? Банкир. Кто ты? Служащик. Вот что Бог от тебя ждет. Я не думаю, чтобы очередь была в краевой администрации. Обыкновенную газетку церковную возьмут, а вот волю Божию познать. Да еще бы там все время говорить. То, что ты достиг, твое образование, это ничто. Если ты не спасешься. Матфея 12,50. Но кто будет исполнять волю Господнюю? Тот мне брат и сестра и матерь. И можно было бы дать им лень и сказать, кто хочет познакомиться с хорошими людьми. Берут автографы. По площади не пройдешь. Космонавт приедет, буквально на площади не умещаются люди. А вот здесь бы автограф. Ты будешь брат к Христу. Ты матерь к Христу. Я еще думаю, не многие бы стали в очередь. Да не поняли бы, да осудили. Пришел к церкви, постоял и ушел. А стал ли ты братом Христа? Тот мне брат, он назвал. Это не я бы думаю. Он мне сестра. И ты сестра и Христа, может быть. И можешь подписаться, если сестра Христа. Удумался до конца. А почему? А кто слушает и исполняет. В это число легко войти прям сразу. Сейчас, не выходя из храма, скажи, я желаю волю Божию узнать и слушать. Господи, я хочу быть братом Твоим. Хочу быть сестрой. Уже выйдем отсюда на совершенно другие. Матфея 21.31. Христос рассказал небольшую прищу, как у отца было два сына. Один сказал, пойду. И пошел. А другой, что-то зрачился, не пойду. А потом пошел на работу. И Христос спрашивает, какой из них выполнил волю? Ну тот второй. Вот так и мы. Что-то все упирались, не шли. В 20-30 лет пришли в гости. Ты родился в христианской семье, это не говорит, что ты пришел. Ты сам самостоятельно должен прийти и сказать, вот я. Возьми меня. Я желаю служить тебе. И от этого начнется иной этап в твоей жизни. И тогда будет сказано, он исполнил волю Божию. Ефесянам 5.6. И не с видимой услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. А это как мы должны наработать. Если ты устроился на работу, ты уже знал все эти условия, выполняй их. У нас работает христианин. Этим сказано все. А то спросили человека, а такой человек где? Да он, а кто его знает? Никто не знает. И предприятие ничего не потеряет, если уйдет. А хорошие специалисты на таком учете, что даже уволятся, к нему еще будут приезжать и просить, чтобы он вернулся. Вот такие можно быть в христианстве. Что в потере смерть наша привела людей к сознанию, чтобы не оценили вовремя, не получили. Его дух труды могут возобновить. Колоссиным 1.9, чтобы нам исполниться познанием воли Его. То есть я ищу все время небесного, как себе говорю. Воля Его какая будет. А это во всех наших делах. Что бы ты ни делал. Ну даже ходишь за коров, но не трудно подойти, хотя бы один раз сказать. Ведь она тебя может пропороть. Ты посмотри, какая у нее сила в шее. Или быт. А он спокойно стоит, рукой махнул, уже отворачивается и пошел. Трава зеленая, молоко дает, Господи, какой завод у меня стоит здесь? Да ни один, ни одна корова еще. Благодословенный мой Господь. Ну ты полминуты, и тогда садись под корову. Это все, Господь, да будет для славы Твоей. И пусть то, что я получаю здесь, Господи, для Тебя будет. Чтобы оно во славу Твою все было. Понимаешь, и корова умягчается. Поверьте, и молоко другой вкус имеет. Это все святые это подтверждают. Евреям 10.36. И терпение нужно вам. Правильно. А для чего? Чтобы исполнить волю Божию. Получить обещанное. Нам терпение. Для одной цели нужно. Волю Божию исполнить. Вот почему проходит в этом мире все, кроме исполняющего волю Божию. Меня Бог терпит, я все еще живу. Неужели я волю Божию исполняю? И написано, дети, вам обещание дается. Дети-то очень хотят долго жить. Они боятся смерти. Ты хочешь долго жить? Слушайся, остави, мать. И будешь долголетен на земле. Это заповедь первая с обетованиями великими. И вы детей к этому приучаете. Он не послушался. Ты сразу скажешь. Ты то ли умереть думаешь? Ты меня огорчаешь. Ты жизнь мою сокращаешь матери. Убивает не тот, кто убивает жизнь, сразу отнимает. А можно это постепенно, на нервах, играть человеку и свести в могилу. Евреям 13, 21. Дауд совершит вас Господь во всем добрым. Чтобы были готовы к добрым делам, к исполнению воли Его. Наше совершенство заключается в готовности исполнить волю Божию. А вот эту волю Божию надо все время изучать. Воля Божия есть на то, чтобы мы спали до 10 утра? Нет. Измени, распорядуйте, сколько прошло об этом. Выдели этот час для молитвы. Вечером долго не сидите. Не смотрите этот окаянный телевизор. Он проглотил всех. Он в дом ввел вам всех сутенеров, преступников, убийц. И дети смотрят. Вы детей будете одного за другим терять. Сектанты это поняли. Я получаю пленку из Америки. Как криком кричат, все не развалятся. Почему тянутся в мир? Сектанты это понимают, а мы не понимаем. Во второй книге Маковейск 1-3 считаем. Как бы молитва. Да даст всем нам Господь сердце, чтобы чтить Его. И исполнять волю всем сердцем и усердием души. Пусть вот такая молитва и зайдет из нашего сердца. Мысленно повторите, что я сейчас еще прочитаю. Да даст всем нам Господь сердце такое, чтобы чтить Его. И чтобы исполнять волю Его всем сердцем и усердием души. Аминь.